Белые по 350 за подосиновики просят 150 рублей, а маслята по 100. Из Новобуяна их привез грибник в третьем поколении Иван Савин. Покупатель тоже зависит от рынка. В основном выходные лучше. И солить, жарить их, в принципе, мариновать можно вот эти грибы. Так есть разные. Подосиновики продавал тоже. Грибов в этом году в самарских лесах великое множество. При всем многообразии грибов благородных немудрено наткнуться и на мухоморы с поганками. Доктора из токсикологического отделения предупреждают грибников и просят их быть внимательными. Потому что конец сентября и начало октября самое время для самого ядовитого гриба бледной поганки. Поэтому, найдя в лесу гриб, убедитесь, что вы знаете его происхождение и название. Если вы в нем не уверены, то не стоит брать его с собой. А если, как мы, вы нашли вот такого красавца, то складываем его в корзину и везем домой к ужину. Неопытные грибники зачастую получают свои знания из интернета, что приводит к отравлениям. Самой опасной считается бледная поганка. От нее нет противоядия. Но чаще всего люди попадают в больницу, потому что грибы неправильно обрабатывали, например, не варили. Или при засоле не соблюдали рецептуру. Ужин Светланы Шепетовской однажды привел их с мужем на больничную койку. Мы наелись грибов на ночь, спокойненько, сковородочку на двоих. И легли спать. Мы ее съели до последнего гриба. Было тяжелое отравление. Вероятно, это была бледная поганка или ложный опенок. Но отравление было очень тяжелое. Мы там в реанимации провели с ним неделю. Теперь на столе у Светланы можно встретить разве что шампиньоны. Но многие самарцы на рынок идут специально за грибами, не боясь, что их может коснуться такая беда. Вот если масляты есть, вот рыжики, их же ни с чем не спутать. Поэтому, а люди-то берут там всякие грибы. Поэтому зачем рисковать? Надо просто брать те грибы, которые знаешь. Сейчас вот посолил 5 килограмм, у меня не хватает кастрюли. Я вот хочу еще взять, чтобы целую кастрюлю была. Вот такие вот. Тихая охота по душе многим. Но не стоит забывать, что грибы – самое неизученное царство живой природы. И риск полакомиться ими бывает неоправдан. Поэтому специалисты в один голос не рекомендуют давать грибы детям. Марьяна Мирная, Максим Гусев, Дмитрий Мешканцов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова